25 января считается днём российского студенчества. Студенты получили этот праздник благодаря открытию Московского университета в 1755 году, когда империатрица Елизавета подписала указ о его учреждении. Официально праздник был установлен в 1850 году при Николае I. Изначально в нём принимали участие лишь студенты Московского университета. Впоследствии он распространился и на студентов других учебных заведений страны. С 2007 года, согласно федеральному закону, День российского студенчества является одной из памятных дат Российской Федерации. Нельзя забывать, что Воронеж – город студентов, который насчитывает 39 высших учебных заведений разной направленности. Школьники, стоящие на пороге взрослой жизни, едут к нам даже из соседних регионов, чтобы получить высшее образование, которое в последующем им пригодится и поможет стать высокооплачиваемым, важным специалистом. Что же это за заведение? Вот, например, Воронежский педагогический университет. Здесь готовят будущих педагогов. В народе говорят – нет дороги, иди в педагоги. Но воронежские студенты твёрдо уверены, что профессия «учитель» – это их призвание. Это Воронежский государственный университет, главный университет Черноземья. Здесь собраны все возможные факультеты. В этих стенах учатся и юристы, и программисты, и математики, и журналисты. Пальцев не хватит перечислить. Едем дальше. Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко. Вот без кого-кого, а без них нам бы было бы сложнее всего. Здесь обучаются будущие специалисты – хирурги, стоматологи, фармацевты. Без клятвы Гиппократа здесь никак. Воронежский государственный технический университет. Здесь готовят инженеров и строителей разных направлений. В будущем эти специалисты будут отстраивать наш и другие города, и придавать им комфорт и удобство. Студенчество – самая яркая и счастливая пора жизни. Господа студенты, желаю величайших успехов в учебе. Пускай сессия сдается легко. А между сдачей экзаменов всегда находится время для веселья. С праздником!